Источник. Поэтому сигналы, вот этим как раз и пользуются, это очень легко использовать. Общие сигналы, вот информация, она концентрируется в одном месте. Если мы меняем, грубо говоря, информацию в скелетной мускулатуре, то по движению рефлекторной дуги сигнал, который уходит в том числе в базу, в передние рога спинного мозга, ну, спиной мозг, скажем, да, не углубляясь в анатомические изыски, то этот же сигнал, он идет на гладкую мускулатуру на органы системы. И наоборот. И вот теперь смотрите, при любой патологии, это мы знаем, так сказать, со школьной скамьи, при любой патологии, будь это воспаление, будь это спазм, будь это нарушение каких-то обменных процессов. Неважно. Меняется структура органа, и в том числе меняется его мышечное напряжение. Почему? Потому что каждый орган состоит из трех частей. Да, это слизистая оболочка, мышечная оболочка у нас интересующая, и сирозная, наружная, защитная. Так вот, весь тонус, все напряжение, вся работа любого органа, любой системы, она как бы не состоит, а она основана на работе среднего мышечного слоя. А средний мышечный слой получает информацию о своей деятельности от спинного мозга, вот через спинномозговые нервы. И эти спинномозговые нервы, да, имеют, так сказать, общую базу, общее направление с нервами, идущими к скелетной мускулатуре. Соответственно, вот теперь мы раскрутим обратный механизм поражения органа. Реагирует мышечная структура этого органа, посылается сигнал в передние рога спинного мозга, которые посылают через рефлекторную дугу и уже головной мозг, посылают сигнал к скелетной мускулатуре. То есть, соответственно, скелетная мускулатура, тонус скелетной мускулатуры тоже меняется. Вот на этой перспективе, на этой механизме основана работа практической кинезиологии. Соответственно, изменение структуры на любом этапе меняет проблему. И вот наша задача как раз изменением этого... Вносить дисбаланс. Да, вернуть баланс. Аркадий, вопрос по тому, что Вы сейчас сказали. Существует какая-то таблица соответствия патологии органов и мышц скелетных? Существует не только таблица, существует атлас. Вот я, так сказать, готовясь к курсу, откопался не так давно, вышел целый двухтомник атласа, где таблица. Но там, чтобы в них разобраться, мы должны как бы вот базу. Потом я Вам скажу, да, либо эти купить, я не знаю, а вот скачать можно точно. А скачать можно точно. Да, и я вот, когда, скажем так, весь его пересмотрел, там два тома достаточно больших, то я, может быть, либо отмечу, либо нет смысла выходить на все таблицы, а просто выйдем к тем структурам, с которыми мы будем работать. Так вот, смотрите, насколько все взаимосвязано, и почему специалисты кинезиологии, ну, будем упускать вот эти вот различные добавления к этому делу, почему специалисты кинезиологии, они вот как бы крутятся в этой вот каше всей альтернативной медицины, которая работает руками. Потому что, смотрите, точно по такому же принципу построения работают практически каждый специалист. Возьмем специалист в крайнюю сакральной терапии. Смотрите, что происходит. Специалисты в крайнюю сакральной терапии воздействуют прежде всего на систему реакции спинномозговой жидкости, которая как раз и, ну, питает и через лимфатическую систему органы и ткани, с одной стороны, а с другой стороны питает непосредственно саму структуру спинного мозга. То есть тот же самый подход, но с другой стороны, практическая кинезиология работает через мышцу с нервной тканью, а специалисты в крайнюю сакральной терапии работают через то же самое, только через не иннервацию, а питание. А результат приходит тот же сам. В смысле через питание? Через выполнение спинномозговой жидкости. Она же фактически является питательной средой для органов и тканей через лимфатическую систему. Заполняя и увеличивая, скажем так, функционирование клеток здоровых в органе патологическом, они меняют структуру. То есть организм приходит к тому, что вот эту больную часть ткани нужно обновлять. То есть с одной стороны его обновляют за счет восстановления питания, а с другой стороны обновляют за счет восстановления чисто иннервации. Итак, значит, основой работы мышцы, то есть как бы единицей работы мышцы является мышечное сокращение. мышечное сокращение разделяется на два вида. Первый вид это называется изотонический. Изотонический. Второй – изометрический. В чем разница? Изотоническое сокращение, вернее, при изотонических сокращениях длина мышцы уменьшается, а напряжение сохраняется. То есть не меняется тонус, а меняется длина мышцы. Например? Например, мы осуществляем движение, не напрягаясь. Спокойно. Без физической нагрузки, так скажем. Вот так, а можно я за водочкой схожу? Сейчас подождать? Да, сейчас, секунду. Хорошо. Ключик, колокольчик, все уже непонятно, пишут или пишут. Так, готово? И вторая группа сокращений мышц – это изометрические, при которых длина не меняется, а меняется напряжение. Значит, например, смотри, вот раз, я напряг, взял там гантелью, длина осталась, а мышца напряглась. В обычном, так сказать… То есть, увеличивается напряжение мышцы. Да, увеличивается тонус, не уменьшает при постоянной длине. То есть, статика, статическая работа возникает. Значит, в естественных условиях мы осуществляем движение смешанное, то есть, изотоническое чередуется с изометрическое. Сила мышечных сокращений или сила мышцы зависит от массы факторов, от частоты возбуждения, от функционального состояния мышцы, от нервных импульсов, которые посылают, да, ну, вот, очень легко определить, да, при слабом воздействии тока мышцы сокращаются, только увеличивая мышцы, начинают сокращаться сильнее. И так далее. Соответственно, ну, как характеристика мышечного сокращения, это используется при определенных при определенной диагностике. Мышечное волокно обладает следующими физиологическими свойствами. Первое. Вот это, да, это момент физиологии, который мы, потом мы просто будем этими терминами оперировать, и должно быть понятно. Первое, это возбудимость. Возбудимость. А именно, что такое возбудимость? Это способность реагировать на прямое раздражение мышцы. На прямое или косвенное раздражение мышцы. Значит, прямое, это что значит? Это значит, сама работа, а косвенно, если мы чем-то на него воздействуем. Итак, еще раз, возбудимость, это способность реагировать на прямое или косвенное раздражение. Второе, второе свойство, проводимость. то есть, проводимость, это способность мышцы проводить возбуждение в обе стороны. То есть, если мышца, скажем, идет, там, допустим, от локтевого до плечевого сустава, то воздействие, допустим, в середину, это проводится возбуждение и к локтевому, и к плечевому суставу, в норме одинаково. Опять же, мы говорим про норму, потому что при нарушении они будут проводиться не одинаково. Борь, я занят. и третье свойство это сократимость. То есть, что такое сократимость? Это способность мышцы сокращаться или, так скажем, красиво изменять свое напряжение при возбуждении. И опять же, и возбудимость, и проводимость, и сократимость это свойства, которые в зависимости от изменения тонуса или от патологии, они изменяются. Соответственно, вот эти характеристики, на эти характеристики мы будем обращать внимание при тестировании с одной стороны и при лечении с другой стороны. Так, чтобы мне ничего не пропустить. Ну, где бы питание носить, мы не полегим. значит, ну, я уже сказал, а сейчас немножечко повторюсь, с точки только более углубленно. Каждое произвольное движение является результатом возбуждения, вызывающегося в коре головного мозга, или вызывает, которое вызывает возбуждение в коре головного мозга. то есть, так скажем, да, чтобы было понятно. Каждое произвольное движение это результат возбуждения коры головного мозга, или какой-то зоны определенной. Соответственно, импульсы проходят через спиной мозг и возвращаются или идут к той или иной группе мышц, которая реагирует. Значит, соответственно, довольно часто, вернее, не довольно часто, а практически всегда этот путь имеет при прохождении через структуры головного и спинного мозга, вот это, если это вам очень важно, вот, он имеет характер перекреста. То есть, о чем это говорит? это говорит о том, что при работе с левой половиной очаг возбуждения будет с правой стороны коры и с правого участка спинного мозга. И наоборот, то есть, скажем, да, если, ну, там, скажем, парализована левая рука, то центр, который за нее отвечает, и который мы должны стимулировать, он будет в правой половине, вот, здесь очень, скажем так, вот, важно это дело понимать. А, с вашей точки зрения, почему так сделано тело человека асимметрично между управлением, соответствие между полушариями и сторонами тела? Ну, какая в этом позе? Легче все сказать. сделано так, сделано так, потому что надо. На самом деле, я думаю, что это связано с особенностями перехода, потому что если проходить через пути коры головного мотка особенно, то должен пройти определенный путь для того, чтобы было возможность анализа. Мне кажется, что здесь просто исключительно для полноценного функционирования. Но мне сейчас так приносилась эту картинку, задав этот вопрос. Получилось так, что, собственно, там же идет обмен сигналом перекрестных. в любом случае проходит по центральному узлу, где это перекрещивается, сравнивается. Сигналы. Сравнивается. То есть важно, если бы она шла напрямую, то возможности этого сравнения бы не было. Речь идет про анализ. А я говорю, да. Левая и правая сторона заимпалансируется. Да, что это связано с анализом. Наверное, одна из причин была. Значит, вот этот вот, вот этот вот, так, чтобы нам ничего потерять, я уже отвлекся. Значит, весь нервно-рефлекторный механизм движения, он имеет на самом деле два вида путей. Первый путь, это, скажем, путь так называемый нейрогенный, что ли, но так легче проще назвать его пусковой. Пусковой путь, пусковой механизм, благодаря которому сокращение начинается, как бы, вот, из покоя он выходит, да, вот, запускается. Вот. И второй путь, это путь, который осуществляет, как бы, сам процесс движения. То есть, мы понимаем, что, вот, каждый запуск движения, он влечет за собой определенную цепочку. Да, но мы же не ходим, скажем, да, запустились, и мы пришли на одной ноге. Пошла цель. Да, вот эта цель, как бы, идет по второму пути. Соответственно, к чему, вот эти все тонкости? физиология к тому, что в момент нарушения, в момент проблемы это, как бы, восстанавливаться будет в обратном порядке, как всегда. Да, пока понятно, но не очень. Это как аммиопатия, абсолютно точно так же. Первым исчезает последний признак. Да, от чем? Обычно при болезни или при каком-то недуге это несколько симптомов, которые появляются один за другим. А с пигом опять, когда это попадание происходит в классической гомиопатии, первым уходит последний признак. Да, это точно так же, как мы лечим, допустим, воспаление седалищного нерва, у которого причина в пояснице, а последняя заболела в пятке. Когда мы будем лечить, проходить будет сначала пятка, а потом все остальное. Точно так же и в классической медицине абсолютно тоже. Вот. Значит, кроме того, при вот таком наличии таких двух моментов возникает как бы промежуточный этап, который назвали физиологи, назвали его состоянием оперативного покоя. То есть, любая мышца в период своего сокращения имеет какой-то момент, который находится в покое. Вот. То есть, как бы, пуск пошел, да, пошла цепочка движений, и в какой-то момент мышца отдыхает. То есть, там уже не требуется повторный пуск. Да, то есть, вот эти вот периоды, они так и называются состоянием или условия для оперативного покоя. Поэтому, если мышца имеет определенное повышение тонуса, то время оперативного покоя резко уменьшается. Это тоже один из элементов, говорящих о повреждении или, соответственно, при увеличении этого времени мы говорим о извлечении. Что значит время оперативного покоя? Это то время, когда мышца отдыхает. вот допустим, мы идем, посмотри, вот шаг, да, скажем, мышца напряглась, вторая поднимается, ставится. Вот в тот момент, когда эта нога поднимается и мышца находится в состоянии оперативного покоя. То есть, если бы это отсутствовало, каждый раз приходилось бы запускать процесс, то есть, мы бы каждый раз думали о том, что нам нужно эту ногу поднять и сигнал бы шел, чтобы эту ногу поднять, поставить, ага, опять, а мы это делаем практически бессознательно. Почему? Потому что пусковой не куда, вот ты, допустим, встал, ты говоришь, ага, механизм пошел, я иду, вот, и все. А дальше ты уже идешь автоматически. То есть, вот пуск совершился один раз, а дальше мышца отдыхает, вот этот вот период ее отдыха, не требующий пуска из коры головного мозга, называется оперативный покой. Понятно? Нам не надо запускать слово анализ. Это делается определенным образом. Так, ну, что, не устали? Перерывчик. Минус пять. А? Давайте. Все смотрим. Продолжение следует...